В среду губернатор Игорь Руденя проинспектировал в Твери два важных объекта. Западный мост и поликлинику номер 2, 7-й горбольницы. Оба объекта имеют большое значение. Правда, если медучреждение скорее для жителей кварталов в районе Пятибургской заставы, то новую переправу через Волгу без всякого преувеличения ждет весь город. Роман Быков на месте оценил темпы строительства. Западный мост возводится благодаря вниманию президента страны Владимира Путина. Он прислушался к многочисленным обращениям дверичан, обеспечил выделение необходимых средств и постоянно курирует ход работ. То, как меняется объект, видно, что он называется невооруженным глазом. Вот здесь особенно хорошо видно, как продвинулось строительство западного моста. Вот эта конструкция светло-серого цвета, она называется аванбек. Она помогает исключить прогибание надвигаемого пролета. Сейчас аванбек, видно, уже достиг второй опоры. Впереди уже осталась только первая опора. Она находится в районе того красного крана. И когда, соответственно, весь пролет достигнут первой опоры, вот этот аванбек разберут. В конце месяца планируется приступить к седьмой стадии надвижки сооружения. Ведутся работы по установке конструкции смотровых ходов. Рядом на левом берегу Волги складированы новые фрагменты этого пролета. Что говорит о том, что сформирован хороший запас строиматериалов. И работы будут идти нужными темпами. Тем более, что людей и техники вполне достаточно. Сейчас трудится порядка 250 человек и порядка 40 единиц техники. Пролет движется где-то со скоростью в среднем метр в час. Как известно, Западный мост — это довольно условное название огромного комплекса работ, проводимых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Ведь предстоит разобрать и построить заново путепроводы на Комсомольской площади и на Горбатке, возвести новый виадук через железную дорогу в створе улицы Фрунзе. Голова региона внимательно следит за делами на всех этих объектах. Буквально через полтора месяца уже начнутся работы по демонтажу старого железнодорожного хода и начнутся работы по строительству опорной части. Также очень активно идет работа по так называемому Горбатому мосту. Подпорные стенки практически готовы. В этот же день губернатор ознакомился с работой капитально отремонтированной поликлиники номер 2, городскую больницу номер 7. Ремонт выполнен по нацпроекту здравоохранения. Это здание было построено почти 100 лет назад. Кап ремонта здесь не было ни разу. В итоге в негодность пришло все. От коммуникаций до потолков, с которых постоянно падала штукатурка. Участковый терапевт Ирина Липунова работает здесь 20 лет. И есть с чем сравнить. Замечательно сделали ремонт. Мы этого очень долго ждали. Очень довольны пациенты, которые к нам заходят в поликлинику. Квалят, удивляются, что так красиво и в достаточно короткий срок. Нам обновили здание. Поэтому, конечно, работа стала намного приятнее. Это медучреждение имеет огромное значение для довольно большой части Заволжского района. Оно обслуживает более 40 тысяч жителей. Здесь ведут прием 18 участковых терапевтов, три врача общей практики, два хирурга, офтальмолог, отоларинголог, невролог и эндокринолог. И очень важно было обеспечить нормальные условия для работы и лечения. И действительно, теперь и по фасадам, и по интерьерам никак не скажешь, что это здание 1929 года постройки. Капремонт преобразил его радикально. Ремонт шел в три этапа. Первым этапом была сделана кровля, что очень тоже важно. Вот поэтому оставалась кровля и только стены. Больше ничего. Значит, замена всех окон, замена всех коммуникаций, замена электричества, замена отопления, современная вентиляция, кондиционирование, которое на лето можно включать. По итогам общения с посетителями, Игорь Руденя дал региональному Минздраву поручение, направленное на повышение качества работы электронной регистратуры, на создание более удобной для пациентов навигации. В 2024-2025 годах планируется ввод новых детских поликлиник в Твери и Торжке, а также ряда других медучреждений в разных муниципалитетах Верхней Волжья. Продолжение следует...